День Российской Печати Актер приходит в этот мир. Наиболее известны его пьесы «Тортюф», «Мизантроп», «Скупой мещанин», «Во дворянстве». Будучи признанным комедиографом, Мольер и сам многое играл на театральной сцене. Причем, если в собственных пьесах он играл обычно комические роли, то в «Чужих» нередко играл трагических героев. 1896 год. В этот мир приходит Яков Федорович Мельников. Начиная с 1915 года, на протяжении 20 лет он лучший конкобежец страны. В 1931 рождается Аркадий Вайнер, писатель. А в 1954 году Алексей Глызин, певец. Ну и еще одна дата. Сегодня день рождения у Ирины Апексимовой, российской актрисы театра и кино, директора Московского государственного театра драмы и комедии «На Таганке». А в 1977 году родился Орландо Блум, английский актер. Так любим некоторыми представителями слабого пола. Исторические события дня. 1845 год. Учреждение в России Государственной службы меры весов. В 1858 году в обращение поступает первая в России почтовая марка, достоинством 10 копеек. Она напечатана на белой жесткой бумаге ручного производства, небольшого размера и без привычных для нас зубчиков. На этом специальном знаке почтовой оплаты изображен герб почтового департамента. Белый двуглавый орел с почтовыми рожками. Марка стоила 10 копеек за лот. То есть 10 копеек за 13 граммов. Лот – это дометрическая единица, которая, собственно говоря, примерно и соответствовала 13 граммам. В 1872 году в России начинает работу служба погоды. Геофизическая обсерватория Санкт-Петербурга стала выпускать ежедневный бюллетень с прогнозами. Но ругали эту службу тогда, ругают и современный гидрометеоцентр. 1940 год. Окончание героического дрейфа ледокольного судна Георгий Седов в Альдах Арктики. Оно продолжалось 812 дней. 15 членов его экипажа будут удостоены звания Героя Советского Союза. Год 1953. Газеты «Правда и Известия» выходят сообщением о раскрытии заговора кремлевских врачей. 9 ведущих медиков, большинство из них еврейской национальности, обвиняются в отравлении секретаря ЦК Андрея Жданова и начальника главного политического управления Красной Армии Александра Щербакова. После смерти Сталина дело врачей будет объявлено фальсификацией, а обвиняемые оправданы. Двое из них скончаются за время следствия. До сих пор историки спорят, зачем генералиссимусу понадобилось это дело. 1991 год. Ввод внутренних войск в столицу Литвы, Вильнюс. Причиной ввода называется угроза целостности СССР. Захватывается телецентр, 15 человек убиты, имеются ранены. Впервые в этот день, в 1906 году, в американском радиоэфире звучит первая радиореклама. Призывают покупать и читать журнал Scientific American. 1908 год. Первый в Европе полет на аэроплане по кругу. Его совершает Анри Форман на своем биплане. Он взлетает с аэродрома, огибает столб. Столб находится на расстоянии полукилометра от линии старта и возвращается назад, как бы по кругу. В 1964 год. Capital Records выпускает первый сингл Beatles США. За первые три недели продадут 1 миллион копий. В 1994-й Алла Пугачева и Филипп Киркоров объявляют о своей помолвке. Начинается новая жизнь Примадонны, которая приходится на век пиара, слухов и сплетен. Отныне личная жизнь певицы часто новость номер один для страны. Открытие дня. 1610 год. Галилео Галилеи открывает четвертый спутник Юпитера, который называют Калисто. В честь одной из спутниц мифической Артемида-охотницы. Калисто дает обет остаться девушкой, но Зевс разделяет с ней ложе, приняв облик Артемиды. Рекорды дня. 1981 год. Дуина Гриффитс из Першура, что в Великобритании начинает чихать. Проделав это примерно миллион раз, в течение первых 365 дней она будет чихать еще 614. Потом все прекратится. Ну и последнее. 1874 год. Александром II издается манифест о введении в России воинской повинности для всех сословий. Вместо прежней системы рекрутских наборов были введены ежегодные призывы для всех лиц мужского пола в возрасте от 21 года до 40 лет. Срок действительной службы в сухопутных войсках определялся в 6, во флоте в 7 лет. Лица с высшим и средним образованием служили от 1 до 3 лет. Но однако в армию уходили далеко не все. От службы освобождались единственные сыновья или кормильцы семьи, священнослужители, в мирное время к тому же врачи, ветеринары, фармацевты, воспитатели, преподаватели, деятели науки и даже культуры. Не призывались представители народов Севера, Средней Азии, Кавказа и Сибири. Я тоже когда-то служил в армии, правда советской. Не скажу, что получил от этого удовольствие, но уверен, она меня во многом поменяла. Надеюсь, в лучшую сторону. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова